Аккуратно вы клеите. Вот находим куст в этих дебрях, вот он куст, давай нашу. Сразу вот основной стебель где у нас идет, вот он, нет вот этот основной. Там дело в том, что на всех уже стебельках и помидорчики даже завязали. А теперь толку не будет с них, хоть ты 500 штук сейчас оставь и толку не будет. Оставить надо 2, максимум 3 ветки, остальное все убрать. Хоть помидоры там, хоть за помидоры. Вот, теперь на этих ветках, вот это вот, вот это вот подсада. Но эти я убираю, да? Вот, это убирается. Вот у тебя веточка уже готовая. Все, вот одна, вторая. То же самое, вот эти вот убрать, потому что оно даст большой росток. А толку никакого. Толку не будет, да. Толку не будет. Вот, вот вторая тебе ветка. И вот третья. Вот тут я подсады. Вот. Нижние листья сейчас можно уже убрать, потому что... Вот. Вот. Теперь веревку давай. Нет, это коробка. Длинную у меня веревку, вот. Так а мы к палочкам придем. Не надо палочки, дай мне веревку. Тут до крепления нету. Будет. Сделайте. Вон туда подсунете одну палку и к ней... У нас там за веревки висят. Палки эти потом неудобно обрабатывать их. Тесно между ними. А веревочка она всегда отодвинется. Давай короткая будет. Вот. И я их вот как только это первый раз привязываю, я их вот так вот привязываю. Легонько, чтобы стебель не перехватила, когда питание влага. Ну и он сам по себе же увеличивается. А теперь по мере роста я его оплетаю. Веревка у меня, естественно, сразу подвязана. А сейчас уже только вот так придется. Коль они... Ну, запущенное состояние у них, конечно, ужасно. Вот. И все. И он сейчас поболеет день-два. Вот здесь вот еще одну рейку бросить вот туда и за нее прикрепить. Поняла, Марина? Да вот палочку туда нельзя просунуть. Куда? А вот на эти-то. Да, можно и так. Ну да. Давай. Иди сюда. Вот и не надо ничего. Вот, Марина, и сюда привяжи. Да, доставай. Ты высокий? Доставай туда, она просит. Да вот веревка-то есть. Все. Веревочки какие-то взяла с улицы уже. Она оторвется. Она дряблая. И вот оно растет. И я зашла, смотрю, опять уже свист. Я его в чух, обмотала и все. Никогда тычков не ставлю. И вот так у меня растет. Вот. И он по мере роста уже здесь его ничего не пережимает. Ни это самое. Он сам по себе и листики, это у него сразу. Это сейчас. А пойдемте, вы посмотрите, в той теплице я еще сделала, как придумала. А вот это-то, смотри. Марина, вот. И не бойся, Марина, не бойся, вот даже вот такие плети. Толку не будет. Да. Вырезает, не жалеет. Вот посмотри, Марина, вот как вы делали. Не спросили ни матушку, никого. Вот как мумию египетскую перепутала. А куда бедки-то? Здесь ни одного помидора не может быть. Вы что привязали-то? Что? Вон помидоры все. Ну какой помидор, который был? Даша-то ничего нету. Все она привязана. Ветки-то ни одной нету. Вообще ветки нету никакой. Марина, ну здесь что можно сделать? Вот опять такую же длинную? Если бы же говорить, то тоже обматывать. Да, да, да. Ветки же не торчали. Ветки не должны быть. Ну не захватывай ветки. Ветки-то все равно остаются. Я сейчас пошел, посмотрел у Стеновых везде. Возьмешь вот такие же длинные вот веревочки. А вы ветки примотали вплотную? Заодно вот это все лишнее уберешь. А это распустишь просто и все. И он у тебя будет готовый. Ну-ка покажи, как вот это должно быть. Ну как должна тут ее заловая-то. Ты когда-нибудь привязывала их? Знаешь как? Да, только я привязывала по-человечески. С маленького начиная. А никогда уже тут нельзя выпутать ничего. Да. Такого я не делала, конечно. Ну вот такое то, что вплотную это вот. Привязана, как я говорю, мумия египетская. Что из нее может вырасти? Обламывали росточки. Я побоялась тут обламывать. Потому что они уже ветки огромные с помидорами. Ну в куче связаны. Вот она стоит прямая. Вот она привязана. Ничего нету. Ну тут надо короче заново все разрезать. Двадцать сантиметров всего такая ширина. По десять сантиметров от палки. Игнать Тихонович, ну тут действительно, посмотри, вот лес какой. Ну что тут сделаешь? Ну она сделала как могла. Просто вот сейчас единственное, что вот мой совет. Вот так сделай. И убери сразу лишние ветки, Марина, здесь. А посмотрите я там, как в теплице сделала. Там чуть по-другому попробовала. Угу. У меня один год тоже получился, как показывают, на улице. Я взяла и не делаю. Угу. Угу. Через полмесяца приходил. У меня столько помидоров. Угу. 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 Вот так. 25 июля сегодня. Я зашел, удивился до того. Угу. 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 Нет, не сивы или как. А чего воткнуло то его? Это он очень опасен. Не бегать с ножом. Каждому шагу надо что-то говорить. Захидите. Языка на улице. Ой мамой большое. консультанты пришли. Вот они как были подвязаны. Вот посмотри. Вот. Вот сюда глянь. Вот такая подвязка. А где плоды будут? Их и не будет, потому что в таком состоянии. Их не будет плодов. Ну не будет. Подвязать по-другому наверное надо. Вот она висит. Что она даст? И здесь ничего не даст. А то мне говори, мы говорим, как подвязать. Что там не даст, понятно. Вот. Это то, что я смогла, вот так вот они чуть-чуть их сюда. Вот они, все плоды. Надо сначала все обрезать. Ножницы где? Ножницы где? Давайте. А потом подвязать. Давайте. Смотрите, учитесь. Так я обрежу. Ты скажешь, а где помидоры? А их нету. А их нету. А их нету. Если б основания разрушены, что сделает праведник? Ну, помидоры свои в ведро принесет. Нет. Ну вы их запустили до такого... Все лето... Я не сразу сюда не заходил даже. Все лето поливали тут. Дети. Не дети только. Руховаться бы было. Ну давай, сегодня... Володя! Э! Ну, ходи сюда. Давай, сегодня не будем молиться, завтра не будем молиться. А позже завтра мы... Иди. Разбирайся. Почему там так? Валя, вот ему говори. Я ничего не знаю. Проходи туда, вон. Марина, слушай внимательно. Валя, давай, вон сзади стоит. Ну что, Володя, подожди. Вот так вот держи. Поворачиваться. Это все убрать надо. Так ты смотри, что резать-то. Я не знаю, вон я планки. Сейчас не разговаривать, надо резать. Смотри. Что тут отвлекаешь его? Он вылазит вот с этого, с пазуха. Вот видишь, вот лист, а вот вылазит. Вот так вылазишь, и это уже все. Это, ну как тебе, трутень. Да сейчас уже, знаете что, ничего вы не сделаете. Поливали, поливали все лето, ничего не сделаешь. Как это-то? Так поливать-то одно. Ну да, одно, конечно. Тут только эти банки сюда гремели, шли. А уход-то это другое. Да как ушли, все никого нету. Уход полный. Да тут ничего. Я сюда ни разу не заходил даже. С корнем вырывай и выбрасывай. Ну. Да нет, ничего еще. Вот и все. Ну, он какой-то... На, на, снимай, аккуратно. Ну, это малый. Или просто уже оттаять. Тихо, тихо. И что он растет в этом году уже, то оно и нарастет. Говори. Ну, конечно. Веру. Это можно еще, знаешь, что сделать? Эти макушки поотрезать, чтобы наливались хотя бы те помидоры, которые вот. Которые уже есть. Он уже ехал, Андрей ехал за рулем, волк. Которые уже есть. Вот, ну, макушки вот оторвайте. Вот то, что вот уже есть, вот, цветочки, эти завяжутся. И потом... А что-то тебе какой-то дурень выносит. Понятно, понятно. А что тут? Посмотри, один помидор. Один помидор. Я не могу сказать. Ты свяжись по телефону с Андреем или с Амадемой? Ничего скажу. Ничего не скажу. Ну, какие я выбираю. Какие дали, такие посадили. Хорошо, хорошо. Да нет, просто, что надо было вовремя их посанковать. А где вот-то послали с Андреем, да? Сейчас уже нет смысла ничего этого делать. Ну, я говорю, уже просто... Вся сила ушла в листья. Понятно. Вот знаете, вот как они лежат, вот пусть они... Так и пусть лежат. А обрезать, вот я говорю, в макушке, чтобы теперь... Макушки обрезать? Вы их теперь только что, не поливайте. Не поливайте? Не поливайте. Как это так? Они же сухие-то. Пускай заливают, пускай. Ну, в неделю раз. Она же лишь залет под замком. В неделю раз, а то не гнить у вас будут. Ну, тут я не знаю, тут ничего не сделаешь. Ну, твоё, остальное, которое на нашем приборе, то у нас. У вас там нету. Ну, что ты выезжай. А вот здесь почему-то... А вот здесь что-то, вон, целая куча их. Ну, это же от сорта. От сорта зависит. От сорта. Ага. Ну, матушка говорит, что самое хорошее, она уже отдала их. То есть, тут были самые такие уже плохие. Это у нее были самые такие ненужные. Да, а других не было, просто. Ну, и всё, поэтому... А у меня-то вообще их не было никаких, так что я... Нет, просто это бы вовремя посанковать. Вовремя, да. Их бы это... У нас же, понимаете, у нас плотины, у нас там много чего. Да, да, да. Ну, что говорить. Знаете, как я тебе скажу, тут... Рука женская должна быть. Конечно. Понятное дело, что... Ну... Я так советую, ничего не трогать. Ну, ничего. И уже сколько что нарастет? Да, сколько нарастет, она хоть нарастет. А так... Это по нам как раз, ничего не делать. Вот она сделала правильно. И хоть маленько, видать, куда воду линуть. Вот и всё. Они не лежат на земле, потому что гнить начали. Это же к земле прикасается. Таких подняла, поднял. Ну, они не пережаты сильно-то. Не пережаты сильно. Ну, они пережаты. Воду польёте, она хоть что-то будет. Ну, я сегодня и полью. А там и ничего не будет. Вот тут вот, вот, какой-то цветочек. Ну, и что? Полный разгром. Ну, ничего, ничего, не трогайте. Всё равно ничего не будет. А так хоть что-то будет маленькое. Хоть такие-то будут. А сейчас всё это переломаете и всё. Никакой. А вот по этой, Люба, она вон как сделала. Видишь, он который на верёвочке висит. Но у нас-то там тоже подвешено на верёвочках. В той теплице я так и подвешивала на верёвочках. Она на верёвочке подвешивала здесь. Покажи, где она. А тут я не могла подвесить, потому что тут нету палочек. Ну, как это так? Вот она обрезала, убрала, а остальное вот приносит. Как не трогать? Трогать надо. Ну, трогать. Потому что ты согласна с этим, считай, что обрезать надо. Я обрезать что надо? Вот, надо верхушки. Ну, Володя, а веточки по краям, они приносут большие плоды нам. Да веточки ничего не приносит. Как понял, он сколько яблок считает-то? А-а-а. По тонне? Вот вы сейчас повредите их. Вот, видишь, от повреждённых. А так он лежит сам как надо. Вот, видишь? Вот они, вот. А вы сейчас их повредите, ничего не будет. А так оно лежит само. Слушай внимательно, это моя сестра, Валентина Тихоновна. Да. Слушай. Так вот хоть что-то будет. Вы потом просто, когда начнут, так разгребёте всё. Согласна, Ирина? Да, я согласна. Да, ты. Слышишь? Владимир Александрович, вот, Ирина тоже согласна. Я тоже, двумя руками. Двумя руками. Я двумя руками за то, что ничего не знаю. Я только когда приносят от тебя, вот помидоры, мне нравится. Ну, это и слоничья весна какая, видишь? А то эти, которые привозят, они толстые. Я безумно тоже прокусить не могу их. А эти тоненькая кожица такая, ну, приятная. Придётся принести. Так мы хвалили. Тонкий намёк. Среда пятница у меня прямо помидоры. Он уже даже краснеет. А там как? Так вы оценили в той теплице? Ну, мы я туда не заходила. Не заходили вы что-то? А он, девять, девять. Остальные разрушены. А у Игоря знаешь сколько там? Нет. Восемьдесят восемь. Ну, у него зерна много. Она они зерна не идёт. Да, да, да. Зерна много. Ты ещё бы сказал, у них и гвоздей полно. Речь-то о ласточках идёт. Так вот это она мужчина или женщина? Ей что-то надо дать. Это женщина. А где мужчин, мужика, взять? А всё. Вот поэтому у вас и пшикалка ничего нет. А мужик-то вот, видать, засох или это, нет? Нет, это мы отдельно садили. У этих собачонка была, у дробота. До того хитрая. На неё собаки залазят, она подбежит, поцелует языком-то. Я не замолкну, кобели. Каждого целуй, начиная с нашего шарика. Чё, заявиться не могу. Так она кто была? Она самка. Самка. Бельгейская овсярка, чёрная вся. Вот так вот, высоко, с дверьми ногами прыгала. Так верно, Ижа. Так, ну что? Похоронили сену. Я обошёл сейчас везде, все копные, нету её. Она переворачивала, видимо, сено. И нету, домой ушла, наверное. Нет, дома. Дома нету её? Нет. Кому это я не заходил? Дома, она сейчас слежится, она отходит по брюсу. А кто туда будет, селяток поднимать? Нет. Вызывать ей хиту надо? Стоять! Похоронили всё. Ты, Володя, отдай ножницы. Это его ножницы? Нет. Народу говорим, что там много было. Ваших много было с работы. Ребятишки не плакали, говорит. Мама сказала, что не плакали. А мы ходили малину брали. Я хочу сказать предложение. С той стороны, там, за Осинным домом, прямо от леса. Там-то не пройдёшь, кусарник, мы лезли, лезли, лезли. Вон, видишь, новые брюки порвал. Ну, уже почти новая. А с той стороны батюшка пасётся, приходит-то. И там малина. Я думаю, завтра потихоньку встать и всё её выбрать. Чтобы он пришёл голо было. А что наберём, всё ему принести и тайно на стол поставить. Матушки полные, я буду ведра дали? Да. Набрали и отдали. Это уже не батюшки на десятина. А её доброта. Так мы сегодня сколько? Ведра три, наверное, набрали. Ничего себе. Ну, ведра-то эти маленькие. Пятилитровый семи. Как наша мамка по 15 литров приносила на коромысле ягод? Как она могла набирать одну? Да нет, да. Что, ей помогали что-нибудь? Ну, кого-то брала, нас посылала. Мы одни прожили. Я не знаю, я не помню, а лёгра 15 литров. Клубни. А мы возьмём на дно, а соты травы нарвём, а сверху ягод. А в лаку, знаешь, что делали? Лягу на есть много. И вот так это, ну, на боку кататься. Прокатаемся, уже домой идти. А ягод-то мало. И мы тогда сверху. А бабушка придёт, давайте перебирать буду. А у мата никакого не было. А бабушка вывалит. Опа-на. Это нас приехал старший сын. И тут ещё один. Ну и ван лапкин тут. А у отёса... Берёзы-то не такие, как у Устиновых, Володи-то. У него ровненькие, полежки. Ну, браконьеры. А у тядьки-то сучок на сучке. И они колоть-то не могут. И бросит, и туда завалят другими-то. Тимофей, по сетке нельзя ходить. По сетке нельзя ходить. Уже сломали. А когда уеду, тядька начнёт... Холера. Опять не раскололи. И начинает колоть. Они втроём, мужики, не могли. А он со мной рукой все расколет. Вадёк чурку поставит, вокруг неё ходит. Ищет, где поставить топор. Знаток был, одна рука. Это помнишь, он тут был какой-то... Ладно, пойдём... Спасли. 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 Это помидор. Помидор. Давай. Ты приходила, старалась... Ну... Сколько утащишь всё твоё? Да. Ну... Ну... Половина... Яски отдам. Яски? Да. Да. Да нет. Да нет. Не щитово. А это Талина. Талина. Вот это да. Володя, много она взяла? Хорошо. Это не моя, а не Володина. Нет, нет, нет. Нет. Я возьму, вот знаете сколько... Это кленовые. Да. Я покрепче возьму, раз они не гниют, ненадолго. Да. Да. Только основание, хотя бы до их пор. Какой-то керосин или что? А это есть, у Володи это есть. Неудобно так во флягу. А то всё Петя хотел большую флягу иметь, чтобы туда столбы опускать. Да. Четыре. Ну вот пять. Всё. Спасибо. Ну шесть нельзя, семь бери. Да. Я вообще всегда всё семь. А тут только пять у тебя. Ещё два выберут. Я по семь люблю. Семёрка благословенная цифра. Оля, загорелась. Вот. Вот и семь раз к нам с помидорами придёшь как раз. Оооооооооо. Вот это я сглупила. Сем раз принёшь с помидорами. Только мы не договорились по сколько. То Данаде по одному может носить. В понедельник. В понедельник. В третью счётло будет две недели. Там уколы на срок уже отбудут. все благослови господи моя сестра 6 сыновей немножко по почти нету не заткнись не надо туда упадет разобьется в ограде бегать нельзя бегать вон туда идите где покос по покосу бегайте тут нельзя бегать тут разные железки палки туда на улицу выйдите там можно вот там и не гоняй одна девка всех распузырила вот ничего-то годно у меня одна девчонка была в общине как у меня ну то знакома и она выйдет вот так вот так как свистит голубей надо гонять и свистеть мать моя говорила счеты делаешь это мальчишки только свистят а я думаю хоть на одно я буду и знаешь что это не урок ручей на да да нам при мне свистела до свистеть как свистит такой знаешь разбойничий свист я свистел вот так пальцы в рот а сейчас что брать то там пусто он полез куда уже на сену все однако слава христу надо минуту просить что делать